Сейчас в Арысе продолжает работать наша съемочная группа. Собственный корреспондент Анастасия Сулейманова на прямой связи со студией по телефону. Анастасия, приветствую. Как проходит обратное заселение жителей? Расскажите. Лаура, здравствуйте. В Арысе достаточно уже оживленно. Город потихоньку уже приходит в себя. Как и обещали, сейчас в 12 дня открыли движение для всех автомобилей. Ну а на автобусах продолжают пребывать жители. Нам удалось побеседовать с одним из руководителей районов. Например, из Отрарского района вернулись уже 200 человек. Они беременно там находились в пунктах эвакуации. Специалисты района сопроводили их до города. Они также помогут переселенцам в обустройстве. Помимо также, если есть какие-то проблемы с коммуникациями, то окажут оперативную помощь, ну и подключатся к уборке города. Также нам уже удалось посетить несколько домов. В основном от взрывов снарядов повреждены окна и двери. Есть, конечно, и полностью сгоревшие дома. Ремонт проведут по 17 секторам. За каждым из них закрепили регион. Например, одну из улиц выделили Жамбылской области. Это третий регион. Там они намерены отремонтировать 327 домов. И в среднем, как отметили власти, на полное восстановление домов они намерены затратить примерно по их подсчетам 400-500 миллионов тенге. Ну и плюс ко всему, Жабылская область также доставила 75 тонн гуманитарного груза. И все это раздали Арысцам. Ну на этом у меня пока вся информация. Я благодарю вас за эту информацию. Анастасия Сулейманова была на связи с нами со студией. Рассказала о том, как происходит заселение Арысцев и о том, какая гуманитарная помощь была передана из регионов. Анастасия Сулейманова